Черное море Мягкий климат, безопасные гавани, а главное, обильные запасы рыбы. Но долго ли все будет по-прежнему? Больше половины рек в Европе, протекая по огромной территории, где живет примерно 160 миллионов человек, впадают в Черное море, принося загрязняющие вещества даже из далекой Германии и с севера Украины. Побережье Черного моря принадлежит шести странам – Болгарии, Румынии, Украине, России, Грузии и Турции. Черное море стало одной из самых загрязненных морских зон в мире. Как можно его спасти? Рыболовство всегда было одной из основных отраслей экономики Черноморского побережья. Но несколько лет назад жестокий кризис в этой отрасли оставил тысячи рыбаков без работы. Для этих грузинских рыбаков, не имеющих других источников дохода, это катастрофа. Шесть лет назад уловы достигали миллиона тонн в год, а теперь сократились до ста тысяч тонн. Пошла, 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 пошла. Саша Мразаян живет в грузинском портовом городе Батуми. Он уже три года не может зарабатывать на жизнь рыболовством. Сегодня ребята вышли в море, вообще ничего не взяли. Ни мерланки, ни гула, ни гучка, ни лава вообще. Пустыми ведрами пришли. Там ребята мне рассказывали. Чёрная, много рыбалки, жаркова, от вас от рыбаков. Видишь? Вот так. Сегодня Саша оказался на грани выживания, пытаясь вместе с другими потерявшими работу рыбаками раздобыть в море пропитание. И я хочу сказать, что раньше, всё-таки раньше, да, рыбы было намного больше. И была разновидность, большая разновидность рыб. И ставрида, и кефаль, и селёдка. Ну, можно большой перечень, большой перечень составить этой рыбы. На сегодняшний день есть некоторые рыбы, которые вообще отсутствуют. Вот которые водились ещё в акватории нашего порта лет 10-15 назад. Эта рыба вообще исчезла. Вот такая хорошая рыба, самая вкусная, она, по-моему, считается, как карагёс. Она со Средиземного моря сюда заходила. Сейчас вообще этой рыбы очень-очень редко. Это большая редкость, понимаете, эту рыбу. 30 лет назад вылавливали до 25 разных видов рыбы. Сейчас осталось только 2 или 3 вида промысловых рыб. Повсюду происходит одно и то же. В грузинском порту Поти большинство траулеров простаивают в ожидании лучших времён. Когда-то в порту работало почти 5 тысяч человек. Эта же проблема повторяется по всему побережью Чёрного моря. Свидетельством опустошительного бедствия служат обезлюдившие и заброшенные прилавки на когда-то процветавших рыбных рынках Стамбула. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Многие считают причиной бедствия перелов рыбы в советское время. Но это лишь одна из причин и, пожалуй, не самая главная. Любое объяснение проблем Чёрного моря начинается здесь, в Стамбуле, где стиснутый берегами Босфорский пролив единственное звено, соединяющее Чёрное море с океанами остального мира. Ширина Босфора в некоторых местах немногим больше 200 метров. Это означает, что Чёрное море представляет собой практически замкнутую морскую среду. Всё, что в него попадает, в нём и остаётся. А то, что попадает в него, иногда смертоносно. Эта авария случилась в сентябре 1994 года на севере Турции, когда фабрика сбросила в море токсичные отходы. Но речь идёт об общей европейской проблеме. Реки Дунай, Днепр, Днестр, Дон и Кубань выбрасывают в Чёрное море тысячи тонн городских сточных вод, токсичных металлов, пестицидов и удобрений из Германии, Восточной Европы и России. При ежегодном экспорте миллионов тонн сырой нефти через Босфор нефтяная промышленность является одним из главных источников загрязнения. Утечки и аварии, иногда крупные, случаются постоянно. В марте 1994 года полностью загруженный нефтяной танкер столкнулся у входа в Босфорский пролив с другим судном и загорелся. И каждый год бывают десятки таких столкновений. Потребовалось четверо суток, чтобы справиться с огнём. В море вылились тысячи тонн нефти. Другой очевидный источник загрязнения — высокоиндустриализированное побережье Украины. По этой источной трубе сливаются непереработанные отходы промышленных предприятий Одессы. Ирония ситуации в том, что загрязнённая вода привлекает косяки мелкой рыбы. Рыбаки же доведены до отчаяния и не задаются вопросом, можно ли эту рыбу есть. Высокая концентрация загрязнения ощущается особенно остро, потому что из-за особенностей морской биологии 90% Чёрного моря глубинные слои уже обескислорожено и безжизненно. В результате этого морская жизнь сосредоточена в 10% водоёма у его поверхности, а столь ограниченная водная масса легко подвержена загрязнению. Наша ТЭЦ работала на угле. И так как уголь в топках сжигали, то были пульпы такие, две громаднейшие трубы, которые сбрасывали пульпу золы. И море было всё покрыто золой. В этой пробе воды Светлана Павлюченко ожидает обнаружить высокое содержание нефти. Сбрасывали у нас такие большие заводы, как стали проволочный завод имени Дзержинского. Сбрасывал он очень много железа. Это травильные ванны. И море было буквально оранжевого цвета. И чтобы доказать вот этот сброс, пришлось очень много времени потратить и отключить этот сброс, переключить его в канализацию. О других источниках загрязнения начинают задумываться только теперь. Эта свалка находится в устье реки Чарохи в Грузии. Даже сегодня никто не контролирует, что и куда сваливают. И значительная часть этого мусора оползает к самой воде, а во время половодья выносится в море. Для некоторых безработных рыбаков в Грузии уборка мусора стала не только единственным источником дохода, но и более прибыльным занятием, чем рыболовство. Продукты выщелащивания отходов проникают в грунтовые воды, попадающие непосредственно в море. Загрязнение воды неоднократно вызывало вспышки таких заболеваний, как холера, тиф, гастроэнтерит и гепатит. На морских курортах, как, например, эти пляжи, на Украине, в прошлом переполненные советскими отдыхающими, купаться стало небезопасно. В летние месяцы местные газеты публикуют объявления, предупреждающие население об опасности, но эти предупреждения часто игнорируются. Концентрация загрязняющих веществ в сельскохозяйственных и канализационных стоках, богатых питательными веществами, вызвала бурный рост морских водорослей. Эти плотные слои водорослей лишают обитателей моря кислорода и солнечного света. В перспективе такое изменение природного баланса Чёрного моря может стать очень серьёзной проблемой, преодолеть последствия которой будет нелегко. Из-за дефицита кислорода у дна, который наступает летом в результате разложения массы осевших водорослей, из-за этого погибает очень много донных животных, моллюсков, раков, крабов, креветок, рыб. За период с 1973 года по 1991 погибло более 60 миллионов тонн донных животных, в том числе около 5 миллионов тонн рыбы. Медузы – один из немногих видов процветающих в столь неблагоприятной морской среде. Ряд самых вредных разновидностей, попав сюда из других частей мира, с водяным балластом кораблей, поглощает в огромных количествах рыбную икру. Для некоторых видов рыб в Чёрном море это, возможно, стало последним ударом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok What we have to do with an environmental situation is to break it up into small problems and then address those problems. It's a bit like when somebody gets chronically depressed. When somebody is chronically depressed, everything, every little problem becomes a disaster. It's the same with the environment. Every little additional problem adds to that disaster. But if we break it up into small things, which people understand and can do about, at a local level, then there will be a gradual improvement. Lorenz Mi является координатором проекта, организованного после встречи на высшем уровне планеты Земля, проходившей в Рио-де-Жанейро, и финансируемого международным агентством Глобальный экологический фонд. Начинает поступать международная помощь, но предстоит огромная работа. Распад Советского Союза имел разрушительные последствия для экономики региона. Торговля и туризм практически сошли на нет. Инфраструктура региона разваливается. Системы обработки сточных вод, как и это очистное сооружение на грузинском побережье в Батуми, не работают. Городские сточные воды сливаются прямо в море, практически без всякой обработки. Грузия недавно подписала соглашение со Всемирным банком о получении займа в размере 18 миллионов долларов для перестройки инфраструктуры. Многие надеются, что это станет началом более крупной программы по улучшению экологической ситуации на побережье Черного моря. Также была заложена общая правовая основа для контроля за состоянием морской среды. Впервые страны бассейна Черного моря согласовали свои действия, но обеспечение соблюдения принятых решений – задача не из легких. Черноморскому палтусу, ставшему жертвой перелова, грозит почти полное исчезновение. По соглашению, эта рыба считается теперь охраняемым видом, но, похоже, об этом не задумываются женщины, торгующие на рыбном рынке в Грузии. Давид Николейшвили, морской биолог из столицы Грузии – Тбилиси, выступает за сохранение находящихся в опасности видов. Браконьеров очень трудно выследить, но очевидно то, что они имеют готовый рынок сбыта. Запрет на продажу одной из самых ценных черноморских рынков. для этих женщин кажется неправдоподобным. Трудно думать о завтрашнем дне, когда ты борешься за выживание сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует... Давид Николейшвили считает, что одним из решений было бы развитие рыболовства. Он ездит по рыбацким поселкам грузинского побережья, рассказывая рыбакам о выгодах разведения рыбы. Но это решение связано с большими капиталовложениями. Такие грандиозные планы вызывают большой энтузиазм у местного населения. Но международные организации сомневаются, что крупные западные проекты окажутся под силу региону. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы хотим узнать, что непонятные информации, или в океане храма. Мы хотим узнать, наслаждения за пыры, какие-то проблемы с рамок, а в кризистотятностей, какие-то проблемы это называется. Поэтому мы хотим узнать, что ли мы не делаем это, а если мы скучаем политику в этом году, мы хотим узнать их жизнь в мегастронладном. Я также считаю, что это не Rolls-Roy, а та жеencia в том, что это не просто совершенно комплексный прогресс, без опыта, но я хочу разговаривать. Мы хотим узнать, что мы не знаем, В советскую эпоху туризм и рыболовство составляли основу местной экономики. Но теперь, пользовавшиеся популярностью места, как этот когда-то знаменитый дельфинарий в Батуми, остались без денег. Мара — единственный уцелевший морской лев. Вот всё, что осталось от когда-то процветавшего туристического центра. Дельфинарий был и важным научным центром для изучения биологического разнообразия Чёрного моря, но теперь исследовательская работа свёрнута. Однако регион богат природными ресурсами. Такие места, как Дельта Дуная и болото Калхидской низменности в Грузии, не перестают восхищать своим животным и растительным миром. Существуют планы создания национальных парков для защиты таких мест от дальнейшего разрушения. По замыслу, такие парки должны привлечь иностранные инвестиции для развития в них туризма и создания рыбоводных прудов. Продолжение следует... ...существует картина. Существует в У нас совершенно неизвест belежавшегося, доходящего в оборудовании, неизвестного проблематого количества странных. У нас нет нижней вины, мальчик экономики. Он даже если у нас свой вопрос, но в данном случае у нас какого-то центра ведутся к экономическим галам. Играет музыка. Народы, живущие на берегах Черного моря, все яснее понимают, что настало время прекратить перекладывание ответственности друг на друга и что только они сами могут решить проблемы региона. Черному морю, быть может, уже не вернуться к первоначальному состоянию, но еще можно восстановить в нем здоровую морскую среду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в Казахстан